Украина, Харьков, всем привет! Жарю сегодня шашлык из свинины, а шейка на сковородке. Допустим, у вас плохая погода за окном или нет, мангала или гриля, шампурок, сельский гриля или какие-то обстоятельства мешают вам выйти на улицу, там опасно, война сейчас идет. Думаю, надо быстро пожарить шашлык, покушать, допустим. Что мы делаем? Мы сначала берем, режем лук полукольцами, 6-9 луковиц на килограмм, килограмм 200 свинины. И режем вот такими кусочками, я покажу, вот такими кусочками, тоненько режем, вот получается такой шашлык. Вкусный шашлычок, я правда чуть пережарил, все вкусные кусочки уже ребенку дал, чуть обгорел и себе оставил. Вот такой вкусный получается, в этот раз я чуть сладей делаю. Берем лук полукольцами, порезали, положили. Мясо порезали вот такими кусочками, можно чуть пополам, можно даже, толщиной где-то вот так, полсантиметра. Сантиметр. И на глубокую сковородку. Потом, что мы делаем дальше? Мясо ложим в лук, добавляем соль, специи для мяса, можете для шашлыка. Перчим кто любит, если дети, лучше не перчите, дети не сильно специи любят. Так, потом, все это дело перемешиваем хорошо, добавляем растительное масло, 2 ложки на килограмм я добавляю. Еще раз перемешиваем, чтобы масло впиталось растительное. Для чего это надо, чтобы не так сильно горело. Вот, потом, и оно впитывается, это такой рецепт шашлыка с виними, та шейка. Потом берем, накрываем кульком, или мусорным пакетом, или большим, каким-то кульком сверху тарелку. Вот такую я накрывал в данном случае кульком. И на сутки в холодильник, в темное место. Все, оно маринуется, допустим, вечером поставил, даже можно 12 часов. Утром достал, если вообще времени нет, 3 часа, чтобы помариновалось. Вот, и на сковороду, наливаем много растительного масла, не залеем. И выкладываем вот такие кусочки на сковородку. Все, уже выложил. Все, у меня жарится, не забываем. Лидит за ним. Вот, видите, шашлычок переворачиваем. Я переворачиваю руками. Значу их под водой холоденькой. И переворачиваю. Можно деревянной лопаткой. Вот, переворачиваем. Вот он у нас доходит. Вот такой, каждый кусок, ну, оно видно. Переворачиваем. Так, для рукой неудобно, значит, помогает себе. Вот, вот он чуть жарится. Такой классный шашлык на сковородке. Так, я вам снимаю это. Я буду аккуратно переворачивать. Так, вот. Что хотел, это мне рассказала рецепт. Соседка-казашка. Не так шашлык делают. Не знаю, это в Казахстане так делает или она именно делает. Я пропол был, действительно. Сейчас дрова, мангал искать. Мангал в Харькове, Украине стоит 600 грин. Самый такой плохой, скажем, тонкого металла. Переворачиваем. Вы пользуетесь лопаткой. Руками не надо, можете обжечь. За мной не повторяйте. Потому что я снимаю, у меня рука занята. Неудобно. Ну, вкусно. Так, хочется попробовать. Так, возьму, наверное. Такой кусочек, что уже готово. Я еще с маринада лук не выкидываю. Просто берем вот это мясо, тщательно от лука очищаем в отдельную тарелку. Луки помыли. Все, она жарится. Когда жарится, добавляем лук. Когда перевернули на другую сторону, добавляем вот этот лук. Добавляем вот так в сковородку. Сверху. Когда с одной стороны пожарился, со второй там где-то 10 минут пожарилось. Я вот 5-10 минут переворачиваю. Сейчас нагрело 20, но это, видно, она зажарена. Я ребенку делаю. Сейчас я подойду, секунду я. Я видео записываю. Ребенок взуме сейчас уроки делать, молодец. Добавили мы весь лук. Вот этот. Я видео записываю. Добавили вот этот лук. Все. Пусть доходит. Так, крышкой я не накрываю. Чтобы как настоящий шашлык получился. Просто если вы будете прикручивать, это уже не шашлык будет. Я так считаю. Можете, когда на вторую сторону перевернулись ребенку, на средний огонь поставить, не на сильный. То есть первую жарите 10 минут на сильном огне. Но масло раскалили, что оно уже такое пузырится, туда мясо выложили по-быстрому. Можно, когда раскалили, отодвинуть сковородку, выложить мясо кусками, что полностью равномерно. И плотно его придвигать. Оно потом жарится, чтобы вам по два раза масло не лить по времени. Плотно ложите, можно чуть-чуть одно на другое. Растилайте листиками. Лук я расстелил. Пусть доходит. Все, жарите с одной стороны. Вообще, надо 20 минут, если хотите. Прямо зажаренный такой какой-то. Сейчас я покажу. Вот такое хотите. 20 минут. Если хотите чуть светлее, для ребенка делайте по 10 минут. Пожарили. Потом перернули на другую сторону. Где-то минут 5 пожарили, добавили лук. Все, он сверху так доходит. Как тушится. Вот. И получается, такие вкусные шашлыки получается. Вот такой шашлычок получается. Такой толщины он ужарился. Видите? Где-то полсантиметра. Такой вкусный, небольшой. Кусочки приятно во рту тонут. Напоминает шашлык. Сейчас, на сожалению, костры запрещены. Потому что война идет. То есть дым, огонь запрещено. Взрывание петарды. То есть салюты тоже запрещены. Ну, на Новый год бахать богатый будет. Там коттеджа где-то за городом. По-любому. Так. Вот я жарю шашлык. Доходит. Уже вот он красивый какой, видите? Уже получается. Надо не пропустить момент. Вот такой шашлык получится. Все, сейчас пусть время вам сэкономит. Вот такой получился шашлык. Это первая партия. Кому понравился мой рецепт, ставьте лайк. Или дизлайк, если не нравится. Или ничего не ставьте. Напишите коммент, любите вы шашлык или нет. Со свинины. Или вы готовите с баранины, с говядиной. С другого мяса. Или вы вегетарианец. Вообще мяса не едите. Напишите в комментах, в комментариях. Мне будет интересно. Кому понравилось, ставьте лайк. Жмите на колокольчик. Это был канал. Твой навсегда. Всем пока. И до новых встреч. Хорошего вам настроения и дня.